В городском округе продолжается сбор гуманитарной помощи для людей, эвакуированных из Донбасса. Волонтеры Сергея Посадского колледжа одними из первых откликнулись на призыв всероссийской акции «Мы вместе». Пункт приема гуманитарной помощи здесь открылся 6 марта. Что привело, ну, наверное, человеческий фактор, потому что мы никто не знаем, где мы окажемся завтра и в каких условиях мы окажемся завтра. У меня также родственники на Украине живут, тоже отправляли им посылку, ну и вот сейчас решили сюда. Что было в пакете? В пакете было шампуни, гели для душа, бальзамы для волос. Средства личной гигиены, предметы первой необходимости – вода, продукты питания. В пункте гуманитарной помощи вещи принимают только новые и в цельной упаковке и с этикетками. Волонтеры все сортируют и раскладывают по коробкам. В первую очередь поддержка нужна детям. Приготовлены бамперсы, пеленки, также еще игрушки, раскраски и канцелярия. Также мы подготовили еще детские дома, детские зубные щетки и детские зубные пасты. Гуманитарную помощь принимают ежедневно с 8 до 17 часов по двум адресам. В Сергиевом Посаде пункт сбора открыли на улице 40 лет Октября, дом 5А, комната 106. Это общежитие главного корпуса Сергиево-Посадского колледжа. И в городе Краснозаводск, на улице Строителей, дом 19, комната 3. Глава округа Михаил Токарев побывал в штабе и пообщался с волонтерами. Кто приносит? У нас штаб открыт для всех желающих, даже для простого населения. Любой человек, который желает оказать гуманитарную помощь, сюда приходит. Обязательно на КПП его сопровождают, встречают волонтеров в цели безопасности. Заместитель главы округа Ольга Дударева рассказала, к акции присоединяются и учащиеся. Они будут собирать гуманитарную помощь у себя в школах. Первый груз мы отправим уже на следующей неделе, где-то это будет четверг-пятница. Он отправится у нас в московский центр гуманитарной помощи. Мы его здесь распределим, туда отправится. И будем также впоследствии собирать продукцию, также отправлять. Планируем еженедельную отгрузку. Предварительно гуманитарный сбор вещей в колледже продлится до 6 мая. Юрий Мирошников, Полина Иноземцева, Илья Халяпин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин